Здравствуйте! Это итоги недели на телеканале ННТ, в материалах наших коллег в студии Махач Курбанов и коротко о самых важных событиях. На побережье Каспия все спокойно. Торжественно на этой неделе было открыто новое модернизированное комплексное здание для поисково-спасательной службы Каспийска. Массовым убийством горных пуров обеспокоены дагестанские активисты. Так ли остро стоит проблема, расскажут мои коллеги и представители Минприроды и научного сообщества ДНЦРАН в интервью нашей программе. Впервые в Дагестане нейрохирурги Республиканской клинической больницы внедрили инновационную методику лечения фармакорезистентной эпилепсии. Более 300 лучших педагогов страны на одной площадке. В Махачкале на этой неделе прошел форум Учителя Года России. Новое здание Межрайонная поисково-спасательная служба открыли в Каспийске. Поисковая служба, созданная из городской спасательной станции, более 25 лет назад неоднократно принимала участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасения людей. Заместитель председателя правительства Республики Рамазан Джафаров и глава МЧС открыли новое здание для спасателей. Подробнее в следующем сюжете. У спасательной службы Каспийска новая страница в истории. В торжественной обстановке для спасателей открыли модернизированное комплексное здание. Теперь сотрудники, которые по долгу службы принимают участие в поисково-спасательных работах, будут трудиться в комфортных условиях. Уже сегодня они готовы прийти на помощь тем, кто попал в беду. Гости мероприятия отмечали, что открытие этого объекта является важным событием для каспийчан. Уверенство с переходом в новые здания сотрудники поисково-спасательной службы значительно улучшает результативность своей работы, обеспечивает безопасность наших граждан и отдыхающих. Благодарю всех, кто причастен к этой работе, строителей, за качественную работу, успехов всем, здоровья и благополучия. Спасатели Каспийска надежно обеспечивают безопасность жителей города, приезжих и отдыхающих на побережье Каспия. За последние три года они спасли от гибели 387 человек. Задача нашего всего лишь состава – своевременное прибытие на черчайные ситуации, сократить время прибытия наших спасателей, спасение, предупреждение, помощь, спасение тех, кто оказывается беден. Заложили фундамент этого здания в августе месяце, 12 августа. Ну вот, видите, как сегодня же здание в эксплуатации. Для гостей была организована концертная программа. А после торжественной части для гостей провели небольшую экскурсию по зданию. Здесь есть все необходимое для работы подразделения. Осталось только привыкнуть к новой комфортной обстановке. Зумруд Гамидова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Каспийск. Свыше ста устаревших лифтов заменят в многоквартирных домах Махачкалы в этом году. Вице-премьер Батыремеев и мэр Махачкалы Салман Дадаев на неделе встретились с управляющими компаниями и жителями многоквартирных домов, где предполагается заменить лифты. Новые лифтовые кабины будут закуплены у дагестанских производителей. Для замены выбраны лифты с истекшим сроком эксплуатации, который составляет 25 лет, а также на основании обращений к гаражам. Работы по замене начнутся в первых числах апреля и продлятся до июля. На эти цели направлено 294 миллионов рублей. Правительство республики выделило 19 миллионов рублей для помощи пострадавшим от пожара в селе Махалатли Саунтинского района. Деньги направлены из резервного фонда. Из них 18 миллионов на восстановление утраченного жилья и 1 миллион на покупку имущества первой необходимости. Такое распоряжение подписал председатель правительства республики Абдул Патах Амирханов. Напомню, 24 февраля 2020 года в селе Махалатли сгорело 4 дома. Жертв среди населения нет. Дагестан впервые вышел в лидеры в России по урожаю винограда. В этом году аграрии собрали более 200 тысяч тонн. Об этом говорили на итоговой коллегии Месельхозпрода республики. Реализация мероприятий госпрограммы по развитию сельского хозяйства позволила в 2020 году поддержать более 1500 сельхозтоваропроизводителей. Также было отмечено, что наши рис стали высоко оценивать за пределами республики. С площади 25 тысяч гектаров, 25 и 6 тысяч гектаров собрано 111,6 тысяч тонн риса при урожайности 43,5 центра с гектара. Это без преувеличения, можно сказать, лучший показатель валового сбора этой продукции за все время его выращивания в нашей республике. По производству белого зерна республика выступает только Краснодарскому краю. Должен отметить, что по вкусовым качествам наш рис намного лучше краснодарского риса. И, к сведению, они продают свой рис, но покупают наш рис и потребляют в пищу краснодарца наш рис. Дагестан является одним из крупных животноводческих регионов России и занимает первое место по поголовью мелкого рогатого скота. В регионе ведется селекционная племенная работа по улучшению качества дагестанской горной породы при скрещивании с породой российской мясной. Мы продолжаем заниматься горно-оргойным животноводством, потому что у нас есть летние пастбища, порядка 270 тысяч гектаров. У нас есть зимние пастбища, порядка полтора миллиона гектаров, которые приспособлены по природе и предназначены для ведения горно-оргойного животноводства. Однако с молочным скотоводством, или иначе с крупным рогатым скотом, в Дагестане серьезные пробелы, отметил зампредседателя правительства. Связано это с острой нехваткой зоотехников-селекционеров. Вопросы развития молочного скотоводства, вопросы развития крупного рогатого скотоводства вообще, это вообще вопросы забытия. Никакой племенной работы там не проводится. Как говорил мой научный руководитель в далекие 80-е годы, там кон не валялся на племенной работе в этом направлении. С этим и подтверждением тому, что я говорю, каждый год в декабре месяце, когда проходит аттестация о применении, как же, Алексей Малович, у нас большие проблемы бывают в Министерстве сельского хозяйства, потому что в Департаменте племенного дела и животноводства наши материалы не проходят. Не проходят, потому что в рядовых хозяйствах, я сразу отвечаю на этот вопрос, нет зоотехнику-селекционеров. Нет плана племенной работы. Никто этим вопросом не занимается. Все наши аграрии, все наши фермеры, они настроены на то, чтобы получить ежесекундную или ежеминутную выгоду, не думая о перспективе. Безжалостная охота ради хвастовства. Активисты Дагестана требуют законодательно запретить убивать дагестанского тура. Из-за желания наживы или просто чьей-то забавы отдельные животные в нашей республике уже практически исчезли. По мнению ученых, вскоре мы рискуем потерять и горного тура. В проблеме разбиралась моя коллега Патимат Ханапова. Дагестан. Самое главное, есть специальные форумы, где проходят переговоры о букинге. На просторах интернета мы нашли контакты организаторов и выяснили, договориться можно легко. А как можно будет организовать это все? Записаться заранее или как? Ну да, заранее надо записаться. А сколько это будет стоить? Стоит? Ну, там, по-разному. Телефонный разговор можно, например, поговорить, если есть для желания. Цена одного трофейного тура колеблется от 200 тысяч рублей. Это, согласно информации, на букинг-сайтах. Здесь важно уточнить, охота на горного тура разрешена, но лимитирована. Распределение квот на добычу дагестанского тура на территории региона ежегодно утверждается указом главы. Но эксперты говорят, уничтожается их в год намного больше. Ну, я, по сути, считаю, что это не охота. Это убийство такое идет прямое, это как стрельба в тире. Потому что там используют тепловизорные прицелы. И часто у нас есть путаница такая. Охотники там все убили туров, уничтожают. Это не охотники. Есть браконьеры, такая категория, которая не считается никакими законами, правилами. Я тут хозяином, я тут наш родовой, мы чего-то не можем, я хочу и буду. Массовое убийство горных туров подтверждают и местные жители. Так уроженец села Амсару Тульского района рассказал нам в беседе, какую картину приходится наблюдать на протяжении нескольких лет. Браконьеры практически уничтожили популяцию. Собаками по 10, по 15 человек, группами идут, загоняют их бедных. И вот там реально идет полное уничтожение этих туров. Не то, чтобы там одного убить, там лицензии нет. Там день и ночь стреляют, как будто война идет в этих горах. Понимаете, можно было наблюдать по 700, по 800 голов, стадо целых вот этих туров. А сейчас их? А сейчас их даже 5-6 не увидишь. Пока не поздно, говорят эксперты, надо разработать механизмы по защите горного тура. Они фактически есть, но неэффективны. Так, например, зоны охраны охотничьих ресурсов, говорят эксперты, никем не контролируются. Нет должного финансирования и налаженной системы наблюдения. Могу сказать, что ведомства, которые должны охранять, они занимаются, в общем-то, зарабатыванием денег на использование природных ресурсов. Да, у них написано все хорошо, что мы рационально используем природу. На самом деле это не так. То есть идет очень серьезное сокращение поголовья охотящих животных. С просьбой разобраться в ситуации, активисты движения «Спаси Самурский лес» написали обращение к руководству Дагестана. В нем эксперты просят власти законодательно запретить охоту на горного тура. Потянут Ханапова, Магомед Магомедов, Муса Садгиреев, Новости ННТ. Сегодня гости у нас в студии это Магомедов Руслан Османович, начальник отдела развития охотничьего хозяйства Минприроды Республики Дагестан и Магомедов Магомед Расул Дибирович, главный научный сотрудник ДНЦ РАН. Салам алейкум. Мы показали сюжет о массовом браконьерстве в отношении дагестанских туров. Об этом заявляли некоторые ученые, в том числе местные жители. Как бы вы прокомментировали вот эти вот их заявления? Ну что можно сказать по этому поводу? Ну это, как есть такой у нас историк, Тимур Олег-Перв, по-моему, он говорит историки, кухонные историки. Это дилетант. Министерство с 2015 года, после того, как мы заключили охотно-хозяйственные соглашения на этих территориях, закрепили эти хозяйства за охотно-пользователями, и популяция туров у нас растет, и случаи браконьерства тоже уменьшаются намного. В этом нам большую помощь оказывает и погранслужба, которой мы закручили соглашение о взаимодействии. Все эти территории, о которых они говорят, это погранзоны практически. Там просто так, человек не заедет без разрешения на отстрел. Трофейная охота? Это трофейная охота. И уехать оттуда без трофея, без документов тоже он не может. Улететь в аэропорту он не может. Просто это не соответствует действительности, лучше могу сказать. И это вообще началось, я вам это надо предысторию рассказать. Мы в 2018 году, когда Дагестан заявил себя на международном рынке охотоператоров, вот с того дня начался этот прессинг. Завалили нас письмами, где текст один и тот же, электронные адреса разные. Одно и то же, помогите, спасите. Спасти дагестанского тура занесенную красную книгу. У нас в Дагестане красную книгу тур не занесен. Популяция у нас ее растет. Нет необходимости даже это. И вот до дагестанского тура до этого года, пока мы не презентовали себя, охотились в Азербайджане, Осетии и Кабардин. А когда ваши операторы, общественники набирают охоту на дагестанского тура, там выходит весь материал азербайджанский, кабардинский, осетинский. В том сюжете, который вы показали, там только одна охота, которая в Дагестане была, это была в Тедипском охотничьем хозяйстве. Больше там нет. А в связи с чем тогда связаны вот эти вот письма, которые вы говорите, с одним и тем же текстом? Это конкуренция. Раньше, когда в Дагестане была такая ситуация в 90-х годах, рядом соседи у нас, вы сами знаете, какая была ситуация, в Дагестане избегали все. И на этом фоне Азербайджан полностью продавал охоту на тура. И на границе с Дагестаном они охотятся там. И рекламировали, и всегда был дагестанский тур, дагестанский тур. И в мире знали дагестанский тур в Азербайджане. Когда наш представитель, московская фирма, наша охота, нас, которая презентовала, там ролик мы сняли, все. Когда иностранные компании, которые увидели это, что Дагестан, дагестанский тур, они были вообще в шоке. А мы думали Азербайджан. По-моему, это больше вам скажу. Мы привезли сюда 7 руководителей компаний, иностранных, европейских, крупных компаний, которые занимаются охотничьим туризмом. С охотопользователями заключили договора. Там целый комплекс мероприятий провели. По всем хозяйствам проехали они. Они открыли для себя Дагестан. Был большой интерес. Но в связи с пандемией и так далее, это все остановилось. Мы надеемся, что границу откроют, эти люди в нас приедут. Приедут они, они же с собой сюда привезут деньги. Это получается, мы на местах создаем рабочие места. Проводники, охотопользователи. На этих деньгах охотхозяйство содержится. На тех деньгах, которые привозят. И мы, получается, когда заявили о себе Дагестан, многим это не нравится. Вот и все. Конкурентная борьба. А некоторые люди подхватывают это и начинают говорить, чьи они интересы, они представляют. Я не знаю, да, да, да. Ну вот вы знаете, что некоторые даже активисты Дагестана требуют законодательно запретить охоту на дагестанского тура. Почему, по-вашему, этого нельзя сделать? И для чего необходима охота вообще на дагестанского тура? Почему в нашей республике нельзя запретить охоту на тура, как, допустим, это сделали в Чечне? В Чечне-то у них вообще была охота полностью закрыта года два или три. Они в прошлом году открыли охоту. Охоту можно закрыть, если она какая-то весь угроза исчезновения этого вида. У нас угрозы нет исчезновения. Если он в Красную книгу не занесен, значит, он не исчезающий вид и популяция... Конечно, конечно. Да, Ваня. И можно добавить в это? Вы не сравниваете территорию Чечни и количество туров, которые находятся в Чечне, и количество туров, которые в Дагестане, в 10 раз как минимум больше туров всегда было, чем в Чечне, Ингушетию тоже можно взять заодно, там вообще мало. Поэтому и законодатели, там один человек решает, кто на кого будет охотиться. Но мы-то пока подчиняемся единым российским правилам, и у нас развита охота всегда в России. Охота была одним из таких важных отраслей хозяйствования и так далее. Россия всегда на этом выходила. И со стороны, в старину, и до настоящего времени это является важным пунктом или статьей дохода государства даже. А вот то, что местное население будет процветать, если на их территории будет охота, это же не массовая охота, понимаете? Когда мы говорим, вы говорили вот здесь, что на основе массового истребления туров или охоты одной из сюжета, виды в Красную книгу не вносятся, в зависимости от того, насколько интенсивна на него охота, и насколько развита браконьерство. Они вносятся в Красную книгу, в зависимости от их текущего состояния. Мы же рыбу ловим миллионами тонн, тысячами тонн, мы же не вносим их в Красную книгу, от того, что их много ловим. Ну вот так, для ассоциации. А для чего вообще необходима охота на этого тура? Это как спортивный интерес какой-то или мясо такое ценное? Раньше, в свое время, конечно, в голодные периоды, 30-50-х годов, первая значимость охоты на туру была, и вот это больше было, и без вару козла больше было, это было обеспечение пищевыми ресурсами мяса. Но сейчас, в настоящее время, что любительская рыбалка, как правило, что охота, она стала спортивным трофейным видом, это вид отдыха, вид рекреации. И хорошая статья доходов и местного общины, если на их территории ловится, и какие-то охотопользователи, и место, где люди расслабляются и охотятся. Это традиция, как можно традицию избегать? Охота должна быть всегда. Это ресурс природный, мы используем ресурсы. Это как корида в Испании. Нет, ну не корида. Ну, тоже традиция, я имею в виду. Ну, это всемирная традиция охоты. Просто у нас, в России, она только вот нормальная охота, нормальная ситуация с охотой только начинает переходить на современные рельсы. А в мире-то она развита. Миллиарды долларов идут на африканскую охоту. Горные охоты Фамира, Чанчаня. Да, Сафари. Это же целая отрасль такая, важная отрасль. Не только для охотников, но и для местного населения. Горы и так бедны ресурсами. Понимаете, высокогорья. У них вот Афганистан, Пакистан. У них только вот в горах, кроме вот этих, в Мархуру, вот этих, таких ресурсов, больше никаких ресурсов нет. И местное население, сохраняя их для приезжих охотников, получает огромные деньги и живет на этом. Во всяком случае, вот я много работал по Памиру, меня нанимали как эксперта. Мы должны были оценить, сколько можно на этой территории стрелять без вреда для популяции. Понимаете, от того, что мы убиваем, это не значит, что они исчезают. Вот мы же домашний скот режем каждый год. Ну, овец же меньше не становится. Понимаете, хозяин знает сколько. Вот есть хозяин охот угодий, он знает, сколько здесь можно отстрелять. Чтобы в следующем году восстановилось то же самое количество. Тогда скажите, какова популяция дагестанского тура на территории республики? Насколько эти цифры могут быть объективными, точными? По какой методике определяется численность? Там много методик. В основном это методики по экстраполяции. Берем определенные участки и экстраполируем численность на идентичные участки территории. Самый массированный, полный учет туров был произведен, мы закончили его к началу 2000 года, у нас было 20 400, 500, считаем, туров. Это огромная популяция у нас была. Потом начались, вот самые лучшие места начались занимать пограничники, началось и там охота, и тут охота, и начались учения в горах. Было много препятствий, но сейчас потихоньку это все остановилось. Было беспредел, вы знаете, самый большой удар был, когда разрешили иметь в конце 85-го года наличие нарезанного оружия. Народ еще юридически не был готов иметь такое оружие. Массу карабинов СКС, я знаю, за 137 рублей, что ли, или 140 рублей, привозили в Дагестан сотнями. И все бежали сразу охотиться. И началось массовое истребление, не только туров, там в основном удар пришелся по безвару, он более доступен, чем туров. Ну вот с 90-го по 2000-е годы, я перепутал, там 90-го, последний учет был. Вот это десятилетие было достаточно сильное давление на туров. Но потихоньку страна поднялась, начался порядок более-менее, оружие началось приводить все в соответствие. И сейчас такого нет, совершенно нет такого. Турк, тем не менее, не исчез. И вот я слышал по последним вашим, где-то 13 тысяч, да, сейчас? Уколо 13 тысяч, да. Да. И это тоже все-таки частичный учет. Я думаю, конечно, где-то 15-16 тысяч есть. Не забывайте, что еще на каждые 10 тысяч туров ежегодно где-то 3-5 тысяч рождается. Понимаете, они просто, если их не трогать, не использовать туров, они просто умирают зимой. Чистность туров определяется площадью зимних пастбищ. Вот каждый год они разные площади, снежный год, не снежный год и так далее. Вот, и вот чем определяется количество туров, а не тем, что их стреляют. В общем, оснований для занесения тура, дагестанского тура в Краснодаре нет. Мы пока не видим. Нет ни одних учетных работников. Которые говорят о том, что уменьшился их ареал, это один из признаков сужения ареала, или уменьшилась их общая численность. Есть ареал, это единственный вид копытных, который в древности занимал те же места, которые занимает и сегодня. Вот, безвар у козела почти 3-4 раза снизился его ареал, у оленя 8 раз снизился площадь ареала и так далее. У других видов копытных. А тур как раз практически остался в тех же пределах, как и был. Один маленький пример я вам приведу. У нас есть хозяйство, такие вакуумные. Которые заключили охотно-хозяйственное соглашение, и уже за 5 лет, 4 или 5 лет они пользуются, они за 4-5 выстрелов там не сделали. Вот раньше, если тура надо было искать, подниматься в город, сейчас можно на машине подъехать, сидя в машине, вы наблюдая, что ты тура видишь. У нас хозяйство есть, которые лет 15 там туров не видели, они оттуда переходили в Чародинскую сторону, в Турскую сторону выходили. Вот сейчас у меня телефоны, а телефон снимают, возле дороги тоже по сути, ну сам по имею в виду, чуть выше трофейной тура по сути, уже появляются тут, восстанавливаются. Это благодаря большой работе именно вашего рода, ребята, охотпользователей, потому что они за свое уже держатся. Конечно, они мешают местным активистам, потому что те люди привыкли, наша земля, с первого дня это была конфликтная ситуация, наша земля, на нашей земле мы будем делать все, что угодно. Вот эта ситуация возникла. Была недавняя жалоба, также прислали, охотпользователь пригласил охотников, провел охоту. Теперь эти ребята выставили свои фотографии на сайт, они берут эти фотографии, распечатывают, пишут петицию, что такой-то охотпользователь массово уничтожает, фамилия внизу. По этой жалобе мы должны реагировать, мы выехали в этот район, с охотпользователем, поехали. Проходим в администрацию, они такого человека, даже у нас такой фамилии, в селе даже нет. Потом собираю охоту, главу, а что, нам от этого ничего не было, нам от этого что, это наша земля. Я говорю, подожди, на вашей земле сеять, пахать, пасти, мы же не запрещаем. Мы даем право вести охотничье хозяйство. Этот человек это право через аукцион выиграл, так что не мешайте ему. А тебе плохо, чем более люди будут приезжать. Они же здесь у тебя в селе оставят деньги, они же что-то у тебя купят. У тебя этот человек там... Лошадь ориендует, налоги заплатят. Налоги платят. Потом этот парень, охотпользователь, людей нанимает на работу, рабочие места создаёт. На каждого охотника, ну, два-три человека бывают сопровождающих, которые оплачивают, охотпользователь оплачивают. Когда говорят сумму, там, 150 тысяч, 200 тысяч, да, это да, звучит тогда, ну, туда же уходят расходы, которые уходят на охотпроводники, сопровождающие, трансферы. Все мероприятия там, охотпользователь немного остается. Он с этих денег должен и налоги платить, и биотехнию проводить, и этим зарплату платить, этим инспекторам своим, да, потому что у него на своём хозяйстве есть инспектора. Когда они, люди, работают, местным населением этого очень много не нравится, да, и из-за этого это начинается ксеть писанина. Я вам показал уже у нас, ну, штук 300, наверное, писемец, текст один, электронные адреса разные. Помогите спасить. И хотелось бы в дальнейшем, если какие-то и другим даже сказать, когда вы какой-то материал, что-то делаете, ну, компетентный орган, Министерство природных ресурсов, который компетентный орган, переданный полномочиями, ну, придите, спросите. Голословно, как можно на всю республику это давать? А миллионы обывателей, вы сами знаете, они всё, мне телефон у меня два дня гудел, что там происходит, что там на самом деле, что ли так? Устаёшь отвечать им допросом. Учёные поднимали вопрос, связанный с организацией контроля в зонах охраны охотничьих ресурсов. Точнее, они говорят, контроля практически на местах нет. Как вы прокомментируете данную ситуацию? Контроль есть. У нас есть, во-первых, в Министерстве есть отдел охраны животного мира, там госинспекторат. У нас при Министерстве есть дирекция по охране, по особо охраняемым объектам. У них там штатное расписание, по-моему, человек 80 работают. Эти ребята, которые работают на местах, в Министерстве человек там 8-10 человек, просто инспекторов, они выезжают. Малейший первый же сигнал, они бывают уже на месте. Период охоты, они бывают на месте практически. Они на 2 недели берут командировку, выезжают, они там на месте живут, на месте проверяют, совместно с этими местными охотоведами. У нас, я же вам говорил до этого, у нас есть погранслужба, которая, мы уже благотворно работаем с ними. В основном эта зона, эта пограничная зона, туда без разрешений, никого не пропускают охотников. Ничто местное будет. Оружие местного вообще не пропускают. Так что это не соответствует действительности. В Дагестане самые лучшие трофейные цены строков. И не использовать такой ресурс было бы просто неправильно. Это бизнес получается. Да, бизнес выгодный всем. И местным, и приезжим, и всем-всем. И в первую очередь туром. Понимаете, когда у вас, вы следите за туром, вам важен каждый вот этот элитный тур. А чтобы вырасти элитного тура, на этой территории не должно быть охоты. Вот, когда вы вырастили элитного тура, он проходит размножение, оставляет свою генетику на месте. И уже после 9-10 лет уже можно его стрелять, потому что он уже практически бесполезен для популяции. Популяция при этом ничего не теряет. А народ получает, там район получает какие-то налоги. Ну все зарабатывают на этом. И заодно и Дагестан все чаще, чаще будут посещать. Очень богатые люди. Вот я много работал в охотничьих угодья мира. Приезжали, начиная от колумбийских надкобаронов, миллиардеров на своих вертолетах на Памир с Южной Америки. Ну, они-то здесь нанимали вертолет. Но я говорю, да, чуть ли не половина представителей президентской администрации, кто любит охоту. Тот же Микрежиновский, который ведет передачу в Африке. Они все очень богатые люди. Они хорошо, их реклама, что они приезжают, люди это развивают и общий туризм. Есть не только же охотничий туризм. Есть люди с фотоаппаратом могут приехать. Это тоже туризм, другой туризм. Так что это только, чем больше у нас будет таких видов, тем будет лучше. Вот без Вару Козел, конечно, вот очень жаль. Его можно восстановить, там проблем нет. Просто нужно, ну, мероприятия определенные сделать. Он гораздо ценнее туры считается, и гораздо легче размножается и восстанавливается. И он гораздо востребован на мировых рынках. Спасибо вам за интервью, за исчерпывающие ответы. Вам всего доброго. Ситуацию также прокомментировал Махмудов Эльсон Гайбатович, охотопользователь Хрюкского охотугодья Ахтынского района. Во-первых, у меня есть охотничество соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, согласно которым я должен работать над выполнением ряд мероприятий. В первую очередь, по сохранению охотничьих ресурсов. Ну и, конечно же, у меня же есть задача создать охотничью инфраструктуру. Что это такое? Сейчас в современном цивилизованном мире везде есть охотугодья, которые отвечают за предоставление услуг в сфере охоты. Это, получается, не то, что по мнению, это мнение всех ведущих охотоведов, экспертов, что охотничья трофейная охота, она прежде всего направлена на сохранение охотничьих ресурсов. Как я вам приведу простой пример. Один американец поехал в Таджикистан после развала Советского Союза. И в этом чашлаке остались, ну, несколько сотых козерогов. Тогда он проводит охоту и этим ребятам дает 25 тысяч долларов. Это факт. 25 тысяч долларов. Эти были в шоке. Да как, говорят, они думали, каждый получит по 50-100 долларов. А это дает целых 25 тысяч долларов. Теперь, говорят, ребята, смотрите, слушайте меня внимательно. Я буду вам организовать охотничьих туры. Вы сохраняйте вот то, что здесь у вас осталось. И надо, говорят, их приумножить. А сейчас там в этом районе где-то, говорят, около 15-20 тысяч козерогов. Вот, пожалуйста, простой пример. Если занести у тура Красную книгу, это не означает, что мы спасем его. Это наоборот. Браконьеры всегда были. На местах некому охранять. А сейчас появились охотопользователи, какие-то, как я, у которых есть уже 3-4, которые создали 3-4 рабочих места. Это производственные инспекторы, которые работают днём и ночью по вылавливанию браконьеров. А браконьеры – это местные жители, которые и тогда охотились, и сейчас тоже хотят охотиться. Но мы уже начали работу, уже третий год я работаю, мы число, скажем, даже не как, да вот добычи, можно сказать, убийства, вот этих туров сократили 5-6 разов. Раньше каждый год, когда бывали случаи, когда в году добывали около 300-400 туров в одном, допустим, моем селе, это когда период после развала Союза. А сейчас всего, ну, максимум я допускаю 50 туров. Это уже браконьеры сейчас тоже охотятся тем не менее они. А по квоте, я сейчас скажу, есть у меня вот лимит определенный, который исходит из подсчёта, учёта поголовья, и из этого лимита мне дают 3-5% всего туров. Я из этого лимита не выходил и никогда не буду выходить, потому что тур, он нужен, он ценен. Охотники, получается, инвестируют прямо в это создание, как я говорю, рабочих местах. И вот полученные деньги идут опять на восстановление этого же вида популяции, идут на биотехнические работы, идут на налоги и на зарплату производства инспекторантов. Вот по сюжету говорилось, что там популяция тура сильно уничтожилась. Она уничтожилась, вот, пожалуйста, столько туров в моем угольбе. Это когда сделали? Это вот недавно сделали. Начиная вот с осени, вот до школы у меня вот идёт учётная работа, вот я приготовился к учётным работам. Тут, получается, у меня всего 35 тысяч га в годе, это, получается, где-то на площади 5 тысяч га, вот столько зверя. Получается, там больше, чем 500 га, вот только на этом 5000 га. Нейрохирурги, Республиканская клиническая больница внедрили инновационную методику лечения фармакорезистентной эпилепсии. Пациент с такой формой болезни не поддаётся медикаментозному лечению. Девушке, поступившей в РКБ всего 25 лет, 17 из них она боролась с недугом. Как прошла операция и удалось ли победить болезнь, расскажут мои коллеги. Почти всю сознательную жизнь молодая девушка страдает от заболевания, поражающего головной мозг. Ухудшение психологического состояния приводит к регулярным бесконтрольным приступам, развитию психоза и травмам во время падения. Именно поэтому мама пациентки обратилась к врачам. Она спирит только мне, спирит, с трёх лет, она мучилась по сих пор. Ночью особо, она спит, плохо ей спится. Пациентка много лет лечилась, эффекта не было от лечения, обратилась к неврологам, полностью обследовали. И как раз был тот случай, когда подходит к хирургическому лечению. Мы действительно благодарны той команде, которая у нас есть. Это команда неврологов, это анестезиологи, это реаниматологи. В принципе, у нас есть все необходимые условия для дальнейшего продолжения и для дальнейшего развития подобных хирургических вмещательств. Методика таких операций в России отработана. В частности, их успешно проводят в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Именно поэтому на помощь нашим врачам прибыла и бригада специалистов во главе с главным нейрохирургом Российской Федерации Владимиром Крыловым. Совместно с дагестанскими хирургами пациентки провели костно-пластическую трепанацию черепа с последующим удалением части височной доли головного мозга. Операция заключалась в удалении очагов поражения височной доли, которая является зоной начала приступов. Эффективность этой операции составляет примерно 70%. На самом деле, это очень высокий процент успешных операций, потому что у 7 из 10 пациентов мы добиваемся так называемого полного контроля над приступами, но говоря по-простому, практически выздоровления. Специалисты отмечают, что в нашей республике это направление нейрохирургии действительно актуально. В год должно выполняться более 200 подобных операций. Вообще Дагестан по сравнению относительно с другими регионами, в Дагестане намного больше пациентов с эпилепсией. А как вы думаете, что вы так сказали? Это сложно сказать, это в какой-то мере и может быть возможно это связано и с родственниками, браками, и какие-то генетические моменты могут быть. Генетика, которая играет определенную роль. Но суд в том, что, как показывает статистика, пациентов, у которых, фармакорезитетных пациентов, у которых нужно оперировать, в Дагестане больше, чем в других регионах. Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо. Хирурги надеются, что теперь приступы эпилепсии в жизни этой девушки остались в прошлом. Ларьяна Шимхалаева, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Сотрудники Республиканского Минздрава привились от COVID-19. Многие из них переболели еще в разгар пандемии. Руководство, ведомство и ряд специалистов получили вакцину, как только иммунопрепарат получила республика. Исследование на антитела перед вакцинацией не проводилось, так как ранее сотрудники уже переболели. На сегодня в Дагестане прошли вакцинацию от COVID-19 более 30 тысяч человек. Отмечу, что в Дагестане развернуто 80 пунктов вакцинации, плюс 45 мобильных медицинских пунктов выезжают в труднодоступные территории. Записаться на вакцинацию можно заранее через портал госуслуги, в котором есть возможность введения дневника вакцинации. Узбекистан и Дагестан расширяют сотрудничество. Власти страны ведут целенаправленную работу по продвижению зиаратуризма. По словам представителей Узбекистана, с Дагестаном их объединяет очень многое. В первую очередь общая религия и традиции. Если раньше добраться до Узбекистана было большой проблемой, так как не было прямого рейса, то сейчас будут открыты авиаперелеты, что в значительной степени позволит увеличить турпривлекательность для обеих территорий. Исторически всегда дагестанцы ездили в Узбекистан совершать паломнические туры. Этот процесс никогда не останавливался. Просто сейчас мы хотим наладить именно прямые авиационные рейсы. Любой желающий дагестанец может приобрести туристические пакеты. Непосредственно сейчас проходят переговоры. То есть они будут достигать этих договоренностей и в эти турпакеты будет включено все. Самарканд и Бухара должны стать центрами зиаратуризма уже в самое ближайшее время. И основная задача сделать так, чтобы туристы получили необходимый уровень сервиса. По турпакету все включено. Стоимость такого пакета примерно составит около 700 долларов. Делегация из республики Узбекистан также встретилась с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанди. Гостей возглавлял советник председателя Госкомитета по развитию туризма Уткир Саидов. Цель визита в наш регион – сотрудничество в развитии религиозного туризма двух республик. Я ждал этого дня. В прошлый раз, когда была у нас встреча, тоже мы говорили. Это очень приятно развивать туризм. И всячески все, что от нас зависит, мы сделаем. Еще раз добро пожаловать. В ходе беседы стороны отметили, что налаживание туристических отношений позволит показать миру богатое историческое наследие Дагестана и Узбекистана. Более 300 лучших педагогов страны собрались на одной площадке. А поводом для этого стал форум «Учителя года России», который прошел в Махачкале на базе онлайн-школы «Дом знаний», а также в школе номер 59. Цель форума – обмен опытом работы, повышение профессионального мастерства педагогических кадров, творческой активности учителей, качество образования, поиск новых путей решения педагогических задач. Как повысить качество образования, преподавать в игровой форме и применять современные технологии в педагогике – все это обсуждается здесь, на специальных площадках. Опытом друг с другом делятся лучшие учителя России. Такие инициативы, говорят эксперты, сейчас педагогическому сообществу очень необходимы. Махачкала сделала первый шаг, и мы будем это использовать на системном уровне, по республике, распространять проект взаимообучения педагогического. В Дагестан приехали учителя из 14 регионов. Это победители и призеры педагогических конкурсов. Сергей Ионов – лучший учитель Московской области 2014 года. Это не первый его форум, но единственный, где ему подготовили памятный сюрприз – посадку дерева в его честь. У меня уже есть человек, который будет за ним ухаживать, я бы сказал, больше. Очень приятно, и я думаю, буду гордиться этим. И детям скажу, что есть теперь такое дерево. А вы будете следить за его состоянием, то есть интересоваться в будущем? Конечно, мы даже уже обменялись данными, и теперь, я думаю, будет все под контролем, даже видеоконтролем. В рамках мероприятия были посажены десятки деревьев на аллее учителей. Надо сказать, что участниками форума стали более 300 педагогов. Организаторы планировали задействовать намного больше лучших умов страны, но пандемия внесла свои коррективы. В связи с этим были подготовлены и онлайн-мастер-классы. Те, кто не смог приехать в республику, смогли присутствовать на форуме дистанционно. В организации такого формата помогла онлайн-школа «Дом знаний». Это уже третье мероприятие, которое проводится в управлении образованием. И на этот последний год мы активно сотрудничали, проводили много социальных проектов и решили как раз-таки объединить эти усилия. В этом году мы сделали еще прямые трансляции, которые доступны всем участникам. Можно задавать вопросы в чат, и таким образом охват в условиях пандемии, в условиях коронавируса гораздо увеличивается. Форум продлится до 31 марта. Программа будет обширная. Кроме образовательной части, запланированный досуг участникам покажут достопримечательности региона, познакомят с культурой и традициями дагестанцев. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. О спорте. Сажид Сажидов представлен коллективу Минспорта Дагестана в качестве нового руководителя. Указ о назначении был опубликован на сайте правительства 26 марта. В разговоре с коллективом ведомства были отмечены успехи дагестанского спорта, достигнутые при предыдущем руководителе Магомеде Магомедове. Вице-премьер Муслим Телякавов выразил уверенность, что при новом министре победные традиции будут приумножены. Сажид Сажидов двукратный чемпион мира по вольной борьбе. С 2011 года выходец из Цумадинского района возглавлял сборную Дагестана. Затем с 2018 года он руководил региональной федерацией борьбы. А экс-министр спорта Магомед Магомедов назначен исполняющим обязанности главы города Кизил Юрт. Несколько дней назад чиновник был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В Махачкале на поле стадиона Даггау прошел финал Кубка Национальной футбольной лиги в формате 8 на 8. В матче за почетный трофей сошлись две самые успешные команды сезона. Встреча Казбека и спортшколы имени Умаханова выдалась драматичная по нокау страстей. Кто в итоге увез с собой кубок, расскажет Курбан Рагимов. В финале Кубка НФЛ Дагестана встречались действующий обладатель трофея Казбек и лидер регулярного чемпионата спортшколы имени Умаханова. Хасавюртовцы начали игру активнее. Счет на второй минуте выстрелом с линии штрафной открыл Азамат Абдурахманов. Не успев оправиться от первого мяча, номинальные хозяева получили второй. Ошибка голкипера привела к курьезному голу. Такое начало не надломило амбициозных казбековцев. Подгоняемые болельщиками они понеслись вперед. Разрыв в счете сократил Раджаб Саидов. И еще через 10 минут он же вновь был самым расторопным штрафной у игроков в красной форме. Удар, еще, рикошет. Саидов заносит просто. Все ожидания. Знаете, такие две колоритные команды. Казбек-то уже у них есть какая-то история. А Шор, они только пишут свою историю в национальной футбольной лиге. Пока все оправдывает. Команды ранее встречались в чемпионате. Их встреча завершилась ничьей 2-2. Сейчас вот матч сближется к завершению, также еще 2-2. Поэтому еще ребята не выявили победителя. Три сезона в любительском футболе. Вместе с уровнем игры есть позитивные изменения и в организации турнира. Работает система видеопомощи арбитрам. Заметно улучшилось качество трансляции матчей. Второй комментатор работает в дубровке поля, а съемка идет с четырех камер. Соперничество в финальной игре идет не только на поле, но и на трибунах. Здесь бурные аплодисменты, крики поддержки и даже пиротехника. Собираемся с друзьями за пару дней до игры. Оставляем все свои дела. Приезжаем, болеем. Болеем давно за свою команду. Второй тайм также прошел в острой обоюдной борьбе. Однако обилием голов команды зрителей уже не баловали. Развязка наступила за две минуты до финального свистка. Форварду спортшколы имени Умаханова удалось без особых препятствий оказаться в штрафной и распечатать ворота соперника. Чтобы сравнять счет, у Казбека не хватило ни сил, ни времени. Повели 2-0, думали, все уже, сейчас наладим игру. Начался какой-то сумбур, у нас пропустили два мяча. Но Казбек хорошая, крепкая команда, с ними всегда такие тяжелые игры. Они хорошие соперники. Ну, мы в конце оказались удачливы, и поэтому получилось забить. У нас в команде нашего молодого игрока, Хамзата Альтамира, умерла мать. Мы хотели хоть как-то его обрадовать. Думаю, у нас получилось. Кубок Дагестана в формате 8 на 8 стартовал в декабре прошлого года. В спор за трофей вступали 33 коллектива. Выиграв кубок, команда из Хасавюрта намерена поставить жирную точку и в регулярном чемпионате. За три тура до окончания спортшкола имени Умаханова идет на первой строчке. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с ННТ. Смотрите наши новости и на сайте nnttv.ru. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!